здорово рыбаки и все 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 сегодня вот дед мороз надарил на новый год катушки будем шнуры наматывать а забыл ключу забыл газет это знаете что за газета это газета дайва видели газета дайва есть газет правда газета дайва и короче в этой газете дайва рекомендации по правильной намотки шнура на катушку я уж не помню от какой дайва именно эта газета уже не вспомню но такая довольно большая видали как короче смысл такой рекомендация состоит следующий видите корректный путь ну корректу и некорректный путь вот в общем мы сегодня пойдем корректным путем с вами будем наматывать шнуры на вот эти катушки на две точно без аннационки на мульт я не знаю честно говоря подумаем еще посмотрим по ходу пьесы вот как я это делаю покажу как это рекомендует дайва какие-то небольшие хитрости и тонкости и так далее так что смотрим это двух минутка без ромарио мы здесь так что у нас сегодня есть давайте по порядку значит вкладываем в общем шнуры это шнур и две лески для бэкинга так как катушки у нас для такого бортового фидера может быть одну из них я буду использовать в обычном фидере береговом шпули у фидерных катушек сейчас я покажу они довольно глубокие поэтому без бэкинга не обойтись для бэкинга я взял совершенно простую дешевую самую вообще какая есть дешевая леску постараюсь бренда не показывать том что ничего не рекламирую сожалению пока вот но если что-то попадет это не реклама в общем вот такая леска смотрите диаметр 025 две штуки две штуки так смотрим значит что у нас получится а ну шнуры шнуры у меня единичка по японской классификации ну заявлено 016 но так по моему глазу я думаю что они сопоставимы потому что мы будем связывать между собой да а связывают между собой обычно шнуры похожие по диаметру вот я сейчас покажу точнее шнур лески я сейчас покажу вот здесь хрен знает видно там не видно ну короче на мой взгляд я не эксперт и ничем не измерял но на мой взгляд так на глаз чисто мне кажется они прям приблизительно одинаковые то есть единичка шнур и 025 леска дальше смотрим что у нас вообще влезает значит первая катушка и запасная шпуля есть я обычно не понял какими шпулями запасными не хватает одного шнура я редко как-то уже для себя определил какой толщины меня шнур устраивает для фидера это важно в общем-то и для джига важно толщина шнура вот короче единицы это по моему мнению такая золотая середина это максимальная толщина шнура которая может быть использована в условиях реки вот мы ловим на волге на ахтубе единицы вполне хватает так значит здесь у нас 025 лески в эту шпулю вмещается 195 метров 195 метров покажу вот написано видно 195 метров то есть по идее у нас 100 метров влезет бэкинга и 100 метров влезет шнура если здесь конечно 100 метров ты не какой-то там супер круто фирменный шнур шнур недорогой с алиэкспресса поэтому маркой этих шнуров пользуюсь уже сезона 4 покупаю всегда в одно и то же продавца в одно и то же время и в общем меня все устраивает и разрывная нагрузка устраивает и внешние какие-то характеристики устраивает и толщина устраивает вроде все более-менее сходятся заявленным ну и цена разумеется меня устраивает вот то есть что получается у нас 195 метров 025 025 и приблизительно такая же по диаметру плетенка должно влезть на эту шпулю погнали наматывать так леску для бэкинга я на катушку привязал любым узлом можно это делать я делал это с помощью узла удавки обыкновенного и теперь берем книгу вот такую например энциклопедия кулинарного искусства для чего она еще может быть нужна она может быть нужна только для намотки лески больше не для чего открываем коктейли на основе коньяка не запланировано было они как-то сами эти коктейли появились вкладываем сюда леску закрываем книгу закрываем книгу и вот такими вот вот леска лежит все подробно все покажу начинаем наматывать эту леску на шпулю единственное пожелание здесь такое чтобы узел с помощью которого вы привязываете леску к шпуле сдвигался вы должны сдвинуть перед тем как наматывать как к одному из краев чтобы у вас какой-то шишки не образовалась и так далее я вот к переднему краю и сдвигаю потому что у меня какая-то школы шпули с конусом все и мотаем таким образом да ребята теперь маленький лайфхак так сказать короче перед тем как наматывать шнур нужно обезопасить себя от петель которые могут образоваться на катушке и потом которые могут сбрасываться и образовывать бороды при забросе поэтому что для этого надо сделать вот эти части на шпуле вот эти вот места шероховатости вот эти вот эти выемки нужно заклеить скотчем аккуратно чтобы при намотке будет вращаться очень быстро бобина леска сюда не попадала не останавливала движение не заклинивала и тем самым не образовывались на катушке петли шнуры backing связываем между собой узлом кровные узы так берем таз какой-нибудь у меня красный например наливаем его воду воду таком количестве чтобы шпуля полностью туда погрузилась вертикально то есть на торец важно чтобы шпуля стояла вот в таком положении соблюдаем тот порядок который был нам предложен газете дайва шпуля находится у нас на торце вертикально вращается создается нагрузка плюс шнур мокрый он хорошо ложится на катушку и обеспечивать им самую правильную намотку скотч наш работает шнур ни за что не цепляется при намотке за бобин не за какие выпуклые части бомби бобины все происходит гладко и правильно таким вот образом ровно не ровно много или мало не знаю сейчас я сверху поставлю бэкинг и домотаю до конца бортика как положено там пару-тройку миллиметров домотаю и сделаю в обратном порядке все манипуляции чтобы на ту шпулю которую мне нужно намотать все леской вверх бэкинга вниз так намотка 1 1 шнура на первую катушку завершена таким вот образом это выглядит может быть не самая ровная намотка в мире вот ну катушки бюджетные поэтому ждать от них каких-то сверхъестественных результатов не приходится таким же образом я буду наматывать шнур на вторую катушку там чуть посложнее оказалось там немножко задача усложняется потому что бэкинг ложится неровно ввиду того что у шпули обратный конус конструктив такой вот ну а повторюсь катушки бюджетные ждать от них сверхъестественных результатов не приходится поэтому бэкинг придется намотать вручную ровненько и затем уже шнур поверх бэкинга ляжет как надо значит на сим откланиваюсь на мульт наматывать буду сегодня потому что нужен помощник с мультом такие фокусы не прокатывают через таз вот за сим откланиваюсь это была двух минутка без ромарио подписывайтесь на нас ставьте лайки обязательно вы давно не ставили лайки не подписывались мы выходим регулярно не забывайте про нас жмите колокольчик до новых встреч не хвостанье чешуей чао